Евросоюз планирует после саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией. Об этом пишет Блумберг. В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых держав. Агентство отмечает, что Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. Очевидно, подразумевается спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинской войны Лихуэль. По поводу информации Блумберга, якобы, к той же конференции с Россией, нужно понимать, что пока что подобные варианты не выглядят какими-то такими, что должны произойти обязательно скоро. Здесь нужно подчеркнуть, что в целом подобный вариант на данном этапе выглядит все-таки вполне достижимым. То есть уже и украинский президент говорит о том, что да, возможны соответствующие переговоры с Россией, но только после того, как цивилизованный мир выработает определенные положения, которые России будут предъявлены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не приглашена в Швейцарию, в частности из-за того, что в таком случае встреча окажется под угрозой срыва. И, конечно, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это не приезд лидеров. По всем данным всех разведок, этим занимаются россияне. Их план – максимально сорвать возможность приезда лидеров, максимально показать нелегитимность этого саммита, показать, что большинство лидеров не поддерживают этот саммит. Мы знаем, кого они сейчас просят, с какими странами встречаются, их диалоги с Китаем. По словам Зеленского, в саммите мира, который организует Украина, уже согласились принять участие 90 стран. Сейчас мы там не видим Россию, потому что Россия все будет блокировать. Нам это понятно. Ей не выгоден мир. Она хочет разрушить Украину, уничтожить нас и пойти дальше. В ЕС отмечают, что усилия кремлевского диктатора Владимира Путина, который пытается подорвать эффективность запланированного в Швейцарии саммита мира, свидетельствуют о его страхе. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стана. Попытка подорвать эффективность саммита в Швейцарии параллельными мероприятиями – это лишь показывает то, как Путин боится саммита. Это важное событие. Мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Как пишет Блумберг, со слов официальных лиц для ЕС, важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью, уже с участием России. Все прекрасно понимают, что, естественно, любой мир, он в конечном счете требует участия и стороны агрессора, достижения мира. Но также все понимают, что любые договоренности с агрессором, они не являются чем-то стабильным или гарантированным. Россия уже неоднократно показывала ранее, что она является совершенно недоговороспособной стороной. Российский режим игнорирует любые договоренности. И поэтому заключать с ними некие договора, перемирия, прекращение огня, наверное, довольно бессмысленно, просто потому, что Россия не будет считать для себя необходимым выполнять эти договоренности. Подробности плана о возможной встрече в Саудовской Аравии издание не раскрывает. На самом деле, от его результативности будет зависеть то, когда непосредственно России будет что-то предъявлено, и таким образом можно будет говорить о проведении некого нового саммита при участии России. Пока что о его проведении говорить рано. Но, в принципе, вероятность его проведения сейчас, наверное, уже никто не исключает. Когда и в каком формате может состояться встреча с участием России, Блумберг также не пишет. Позиция Украины заключается в том, что любые переговоры с Россией должны проходить не от имени одной лишь Украины, а при участии цивилизованного мира, который должен выступать гарантом осуществления любых будущих соглашений, чтобы речь не шла о каком-то заморозке, о том, чтобы приморозить конфликт на пару лет и потом получить новую войну, а о том, чтобы действительно найти путь к прочному, справедливому, долговременному миру.